Звери, конечно, плыли, с той стороны переплывали на нашу сторону, веточки летели, заранее происходило здесь. Ну а дальше, когда уже здесь огонь пошел, звери бежали, пожарные как стояли мимо, рассказывают, ну, видели и лосей, и кабанов. Я лис видел, зайцев видел, потому что это дежурный, же ездил, смотрел за всеми происходящими, последними событиями. То есть, осталось всем. Другой слева бережья перекинулся на право бережье, да, и мы за этим наблюдали за всем, но удержать мы это не смогли, потому что летел он прямо на расстоянии, я говорю, около 500 метров, вот, и даже более. Без вертолетов мы бы ничего тут не сделали. Если б бобры вторые, мы, конечно, отбили бы, и отбили, а вот боски бы мы и без вертолетов бы не отбили. У нас пожаров-то и не было, но у нас всегда было хорошо. А там, на той стороне, постоянно лес горит. И я вам даже скажу, хорошо, это плохо, но вот как только начали пилорамы ставить, и вообще мнение всех людей, что умышленные поджоги даже делают для того, чтобы лес вот этот горелый пилить на пилорамах. Это, я думаю, по всей России это происходит. Поэтому надо здесь тоже что-то с этим делать. Человеческий фактор это 99% или отдыхающие, или умышленные поджоги. Бывают и искры из тракторов, когда происходит сенокоз, вот этот искрогаситель нужно ставить. А вот эти пилорамщики, об этом это постоянно все это поднимают, осознают, что выжигают умышленный лес для того, чтобы потом его скупать и пилить на пилорамах. Это мое мнение, не только мое мнение, я уверен.